Тысячу лет назад крестьянин шел на реку, чтобы посмотреть, как сильно отросла его борода. Сейчас зеркало привычная штука, любуйся хоть целый день. Но каким образом человек видит в нем свое отражение? И какого зеркала цвета само по себе, когда в нем ничего не отражается? Чтобы понять физику зеркала, нужно разобраться с физикой света. Абсолютно все, что мы видим, это лучи Солнца или любого другого источника света, которые отражаются от поверхностей. Законы отражения света экспериментально обнаружил еще древнегреческий ученый Евклид. Наше изображение в зеркале – это световые лучи, которые сначала отразились от тела, затем от поверхности зеркала и, наконец, попали к нам в глаза. Та же ситуация с любым предметом. Допустим, свет падает на яблоко. В нем есть лучи разных цветов, но часть этих лучей поглощает поверхность фрукта. Если яблоко красное, от него отражаются только красные лучи. Если зеленое – только зеленые. Все логично. Черный цвет мы видим, когда все лучи поглощаются, а белый – когда все лучи отражаются. Зеркало или водная гладь отражают почти все лучи. Поэтому мы и видим в них свои радостные лица. Окей. Но снег тоже белый. Почему в нем ничего не видно? Потому что все эти разноцветные лучи света отражаются в разные стороны из-за неровностей поверхности. Вот со льдом уже чуть лучше. А гладкий камень или отполированная столешница позволяют более-менее полюбоваться собой. Смотреться можно во многие поверхности. В древнем Египте, например, люди прихорашивались перед сплавом олова и медием. Но лучше всего отражает цвет полированное серебро. Из него долгое время делали зеркала. И они, естественно, были дико дорогими. Всем известная примета реально работала. Современные зеркала чаще покрывают алюминием, но иногда используют и серебро. Правда, в таких малых дозах, чтобы лицезреть себя по карману было каждому. Итак, какого цвета зеркало? Обычно его изображают серебристым, что, в общем-то, логично. Ведь оно сделано из серебра. Или оно все же белое, раз отражает все лучи света? Идеальное зеркало действительно можно было бы назвать белым, но такого не существует. Обычные зеркала лучше всего отражают волну света длиной в 510 нанометр. Что мы воспринимаем как зеленый цвет. Поэтому зеркала немного зеленые. Это хорошо заметно, если поставить одно зеркало напротив другого. Каждое последующее отражение все зеленее и зеленее и зеленее. Осталась только одна непонятка. Почему зеркало разворачивает все слева направо? Почему тексты превращаются в заклинания на неизведанном языке, а поднятая левая рука становится правой? На самом деле это просто трюк нашего мозга, который считает, что напротив живой человек. Чтобы повторить позу человека напротив, который поднял правую руку, нужно поднять левую. Но если, глядя в зеркало с поднятой рукой, мысленно дорисовать к ладони стрелку, окажется, что она показывает в верном направлении. Так что ни горизонтально, ни вертикально зеркало картинку не разворачивает, а разворачивает только по направлению вперед. Или, например, если мы возьмем слово, написанное ярким маркером на тонком листе, и покажем его отражению, то в зеркале оно отобразится наоборот, но и на просвет получится ерунда. А вот если перевернуть листок себе лицом, так, чтобы стоя на своем месте прочитать слово, в отражении оно тоже будет выглядеть привычным образом. Короче, зеркало всегда говорит правду. Какой бы неприятной она ни была. Хочешь увидеть, как снимался этот выпуск? Заходи в группу ВКонтакте. Там можно заглянуть за кулиси на Учпока и задать вопросы для следующих выпусков. Не надо ждать откровенных признаний. Извините, если я кого-то расстроила. Если хочешь пить, пей до, пей во время, пей после. А креатив можешь оставить на потом. Если вам понравился выпуск, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и на уведомления. И расскажите, что вы думаете о теме в комментариях. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!